Заманить в спортивный зал своих мам и пап удалось четвероклассникам первой школы. За право называться самыми спортивными в ловкости, меткости и быстроте соревновались четыре семьи. Привезти в спортивный зал маму и папу для маленького Олега не составило большого труда. У спортивного сына оказались легкие на подъем родители. Я просто сказала маму, что хотела. В этом только ребенок не давалось. Он и говорил. У нас ребенок просто спортивный. Мы с ним как поддержка. А это он занимается. Но последний раз на Литовом были. Наверное, неделю назад. Все команды выполнили домашнее задание. Придумали название и девиз. По итогам приветствия на старт вышли веснушки, аврора, дружба и ну погоди. Конкурсы подобрали таким образом, чтобы проверить все качества спортсменов. Челночный бег, броски в корзину и пресс на скорость. В нешуточной борьбе за первое место азарт захлестнул и детей, и родителей. Этого и добивались организаторы. Тот посыл именно морально-нравственная. То есть семья, объединение, работа вместе, переживания. То есть единение как такого ячейки общества. Провести такое спортивное, а главное семейное мероприятие – идея окружной общественной палаты в рамках года ребенка, объявленного губернатором Игорем Кошиным в 2015 году. Мы проводим сегодня первый такой пилотный, так скажем, проект, но он будет систематическим, системным. Каждые три месяца мы планируем проводить вот такие спортивные состязания, мероприятия, для того, чтобы, так скажем, отцы и дети были вместе в одной дружной семье, чтобы они приобщались к спорту. По итогам всех конкурсов и дополнительного задания победителем, а значит и самой спортивной семьей, стала команда «Аврора». Второе место досталось «Веснушкам». Победителям вручили кубок, медали и спортивные мячи.